Привет, друзья! С началом новой недели у вас. С понедельником у нас 0 градусов тепло. Ой, что такое? Ну, что такое? Ну, привет, скажи всем привет! Всем привет, привет, всем привет! В общем, что? Какие новости? Новости не очень приятные опять. Ой, это я просто чихнула сейчас. Сейчас дива поэтому такая взбешенная. На работе была, пришло сообщение от Матвейного, классного руководителя. Опять они на карантин уходят. Опять тот-то заболел. Но на неделю, видимо, там тот-то человек заболел, уже неделю просидел. Думаю, я так поняла. Видимо, анализ пришел. Опять коронавирус. Так что до 7-го числа Матвей будет опять на дистанте. Но сегодня их со школы прямо-прямо не выгнали. Хотя странно в тот раз, потому что, когда последний раз их садили на карантин, пришли прямо посреди урока и сказали, все, вы идете домой. И они встали и ушли. В этот раз нет. Вроде как сегодня разрешили им доучиться до конца. Сегодня очень много консультаций. Им ответят до 5 часов. Сегодня его прямо утром пельменями хорошо накормили, чтобы ему до вечера хватило. Ну, что делать-то? Там просто кормят, но кормят после первого, что ли, урока в 9 часов. Вот такая вот ерунда. Третий раз садимся на карантин. Я вообще не знаю. И это выпускной класс называется. Ой, вот такая вот новость. Водей сейчас в школу пойдет. А мы сегодня к двум, потому что у них предсовет по понедельникам. Поэтому он попозже. Алеша уехал сейчас. Он приехал в 11, пообедал и поехал сейчас уже. Сейчас по первому. Наверное, минут 20 назад уехал в город сдавать свой диплом. Сегодня уже все, защита окончательная. Ну, потом, наверное, поедет только. Или корочки получать, или что там. А, он говорит, еще какой-то отчет по практике ему надо будет делать. Еще отчет по практике. В общем, вот так вот материалы соберет. Еще этот отчет сдаст, и тогда ему корочки выдают. А сегодня диплом защищает. Вот. Такие новости. Ну, а я что, я на работе была? Только пришла сейчас на обед. Бабушка с дедом тут сварганили лапшичку, макарошки ребятишки любят. И шашлык у нас оставался еще. Парки на сковородку порезали и, в общем, обжарили. Так что вот так лапша с гуляшом. К сожалению, времени-то у меня мало. Вот я бы сделала сейчас. Собираемся всю селедку под шубой сделать, и никак не получается. Потому что, хотя, может быть, я начищу, хотя бы варить поставлю. Потом уж, может, даже бабушка подключится, поможет, да дело этого. А так я сегодня работаю, конечно, весь день загружено. Вот. Что еще? Да вроде и все, больше новостей нет. Вот соседи, смотрю, шланги вытягивают, что-то скважина у них. Видать, насос отказал. Будут, видать, делать новый насос, ставить. Вот. Такие вот невеселые новости. Когда это все кончится, я говорю, скорее бы уж прививки поставили, что ли, детям, чтобы они ходили и учились уже. Ладно, пойду я сейчас, я заказ собираю. У меня сейчас приедут за молоком, за творогом. Творог успела, сварила, откинула. Сейчас вот буду в баночку выкладывать все и, в общем, на продажу готовлю. И все, потом сядем обедать, пообедаем, и я опять на работу. Такой сегодня денек. Ну что, друзья, вечер, наконец. Я весь вечер трудилась, не подкладая рук. Ух ты, еще этим налил гранатовым, что ли? А зачем столько соусов тебе? Рис отварила сначала зеленью, потом подлив сделала, потом давай делать селедку под шубой сделала. Ой, потом сделала я морковь с яблоком, вот уже половину съели, доедать будем. И со сливками. В общем, вот такие дела. Бабушка что-то у нас захандрила, засопливила. Как бы не разболеться, да, как бы не разболеться. В общем, вот так, ладно. Ужинаем садимся. Матвей пришел со школы. Все, до завтрашнего дня на карантине он. Не потому, что там у кого-то тест положительный, а потому, что болеет. Дед, сколько же, 16 получается человек болеет, а 13 пришло в школу. В общем, такая ерунда. Все болеют. Может быть и не коронавирусом, но какой-то простудой, короче говоря. У кого что. В общем, их посадили на карантин. А дед поехал сейчас за Фадеем уже 7 часов без 15. Сейчас Фадея привезет, будем его кормить тоже. Такие дела. Что говорить-то? Говорить-то вот что надо. Значит, забыла совсем. Он говорит, а что про меня не сказал? Он же сегодня защитил. Диплом только приехал тоже из города. Защитил на пятерку. Он у нас отличник тоже. Вот такие дела. Важный сидит. Давай, открывай. Ходил гулять. Ой, ходил управляться. Микела пошла гулять с ним. В огороде остался. А я вся упрела. У меня тут большая работа была, но я ее сделала. Хоть и в полдевятого закончила. Ну, в общем, целые, наверное, минут сорок я промывала. Доильный аппарат. Короче, генеральная уборка доильного аппарата сегодня. Произвела ее, наконец, давно собираюсь. Ну, не давно, не давно. Генерально надо было прям все разобрать. По болтикам, по винтикам. И все вымыть. Все промыли. Сейчас собрали. Вот. Посуду убрали. Немножко полчасика отдохну. Доставка, а до завтра. А что? Так я завтра свежий. Тут же яблоко, оно окислится. Надо доесть. Так ты возьми себе, поешь на ночь. Ну, не сейчас, часа через два. Ой, ладно. В общем, вот такой денек сегодня, друзья. Фадей, в принципе, довольный пришел сегодня. Ему дали переписать, это сам, вернее, не переписать, а написать контрольную. Так, контрольная, короче, брал. Контрольная была по биологии у него, по математике. Стих он сдал. Вот что. Ему же за стих поставили в пятницу двойку, потому что он не сдал его. А сейчас? У нас поставили, что пятерка, да? Фадей, на пятерку. А еще забываю. Я в каждой траве что-то забываю. Правильно, что держали в голове-то всякую стиху? Стихи всякие, да? Ой. Вот у нас бабушка только со школьной скамьи помнит все стихи. Но я так частично, я помню первые две строки, а дальше не помню обычно. Я четыре. А ты четыре помнишь, да? То есть у кого-то такая память. Все, Фадей. Ну вот что это такое, ну что это? Что за такое? В общем, вот так вот. Он много-много работ сегодня пересдавал. Ну, в смысле, сдал все, да, все сделал. В общем, молодец. Довольно перешел на карантин. Сколько народу у вас в классе было сегодня? Ну, 26. Все? 26, ух ты. А нет, не все. Вот. В каком-то они репетируют что-то. Все по полкласса уходят на репетиции. Какие-то танцы будут, да, народные? Или что это? Какого-то дракона репетируют. Китайцы. Китайцев вы? А-а-а, вы китайцев изображать будете. Я не буду. Ты не будешь? Ладно. Ну, полкласса участвуют, китайцев изображать будут. Нет, это какие-то у них танцы народные. Как это? Ну, скажи мне, фестиваль народов мира, что ли, что-то такое. И вы китайцы? А они китайцами почему-то стали. Но ты-то не участвуешь, потому что ты не хочешь. А кто хочет, там, активисты ваши участвуют. Тебе не нравится? Полкласса. Полкласса таких танцоров. У него тоже узкоглазы. В каком месте-то? Нет, у него немножко немножко. Да нет. У него как у тебя глаза миндалевидные. Ладно, все, друзья. Не будем мы тут базарим. Базарить можем долго. Отвлекать вас уже не будем. Так что все дела вроде сделали. Сейчас будем отдыхать. Кто-то отдыхать, кто-то монтировать. А я сейчас чуть-чуть отдохну и пойду к королю. Ну, все, не балуйся, не балуйся. Это вот как я камеру включаю, у Фаде и сразу прямо включается что-то артист. Все, до завтра. Всем удачи, здоровья и пока-пока.